Здравствуйте! Вы смотрите новости премиусе. И сегодня мы подводим итоги уходящей недели. С вами Руслан Трофимов и сегодня в нашей программе. Основная цель конференции – объединение усилий народных представителей всех уровней законодательной власти в деле развития района и улучшения качества жизни его населения. К своему 90-летнему юбилею Дора Дмитриевна Брацила получила поздравительные письма от президента и губернатора, а также юбилейную медаль к 70-летию Победы. Традиционная ярмарка в школе-интернате прошла по знаком Года Литературы. Королева книг познакомила гостей с русскими народными ремеслами. И теперь более подробно. В Матвея-Курганском РДК состоялась третья районная конференция собрания депутатов и депутатов в сельских поселениях. На конференцию были приглашены глава района Александр Рудковский, депутат законодательного собрания Ростовской области Владимир Гребенюк, 85 депутатов сельских поселений и 15 районного собрания, а также главы сельских поселений, представители средств массовой информации. Вел конференцию председатель районного собрания депутатов Михаил Папа. Первым в повестке дня был доклад главы района Александра Рудковского об итогах 2014 года, в котором было подробно проанализировано состояние экономики и социальной сферы, указаны недостатки и определены первоочередные задачи дальнейшего развития. В это непростое время мы с вами должны сослотиться вокруг нашего губернатора, нашего президента. Им сейчас, как никогда, нужна наша помощь и поддержка. Уверен, все проблемы и сложности преодолеть нам по силам, мы в состоянии решать все поставленные задачи. Только вместе с вами, вместе с жителями района, работой единой командой, мы сможем изменить и улучшить качество жизни людей. Мы сможем двигаться вперед, а значит, с каждым годом видеть новые результаты и достижения нашего района. Председатель районного собрания Михаил Папа доложил о работе депутатов пятого созыва. За 2010-2014 годы было проведено 45 заседаний и рассмотрено более 300 вопросов. Выступающий обратил внимание на динамику развития района и привел ряд соответствующих цифр. Бюджет 2001 года районный, доходная часть, 113 миллионов. И 2014 год, 1 миллиард 317 миллионов. Вот разницу чувствуете? Значит, где-то в 12 раз бюджет вырос за эти годы. Но деталь такую тоже подчеркну, чтобы понимать, если налоговые и неналоговые доходы, то есть собственные доходы района в 2001 году были 37 миллионов рублей. Перед участниками конференции выступили депутат районного собрания председателя КОР Николай Попивненко, глава Анастасиевского сельского поселения Елена Андреева и председатель территориальной избирательной комиссии Ольга Галиченко. Завершилась конференция выступлением депутата Законодательного собрания Ростовской области Владимира Гребенюка. Депутаты одобрили доклады и приняли соответствующее постановление, в котором указали основные направления работы в текущем году. Матвея Курганской районной администрации под председательством главы района Александра Рудковского состоялось заседание Совета по предпринимательству. Участников заседания проинформировали о недопущении торговой наценки на товары первой необходимости. Проводится мониторинг муниципальными образованиями, как муниципальными образованиями, так и правительством области цен на товары жизненно необходимые. И также по взаимодействию с управлением федеральной антимонтопольной службы по Ростовской области, в случае выявления превышения данных наценок, будут инициироваться проверки, в том числе, как правило, возбуждается административное производство антимонтопольной службы. Ну и в рамках административных производств уже там выявляются, есть ли нарушения законодательства об административных правонарушениях. Второй вопрос в повестке дня о правилах проведения проверок. То есть плановая проверка не может проводиться чаще, чем в три года, один раз в три года. По внеплановым проверкам, внеплановые проверки также осталось, могут проводиться по распоряжению правительства, либо по указу президента, то есть внеплановые, любыми контрольно-надзорными органами. Также по вручению прокурора, по требованию прокурора, называются требования при поступлении в органы прокуратуры, сведений о допущенных нарушениях тех или иных норм законодательства. Ну и также по истечении предписаний вносимых. Роспотребнадзор может проводить проверки без согласования с органом прокуратуры по заявлениям граждан о нарушении законодательства защиты прав. Обращаясь к предпринимателям, глава района Александр Рудковский подтвердил открытость районной власти для инициативных людей, готовность всячески поддержать любое перспективное начинание. Рад буду каждому, если какие-то вопросы, приходите напрямую, двери мои открыты. Я готов всячески содействовать для того, чтобы вы двигались, чтобы держались на плаву, потому что вы – это то, что позволит нашему району и области, в общем-то, наверное, в это непростое время выстоять экономически. Начальник сектора работы по молодежной политике Светлана Гречко поблагодарила предпринимателей за поддержку спортивных и культурных молодежных мероприятий, проводимых в районе. Еще раз хочу сказать всем огромное спасибо, уважаемые наши предприниматели, за то, что поддерживаете не только КВМ-движение, но еще массу других молодежных мероприятий. Сюда откликайтесь, потому что в рамках нашей районной программы, к сожалению, мы не всегда все можем сделать, как бы достичь достойный уровень, да, это вам как сувениры. Поэтому спасибо вам большое, что всегда идете навстречу нам, всегда помогайте, откликайтесь. Мы очень это ценим и надеемся на дальнейшее с вами сотрудничество. А вот КВН, это был финал игры КВН, которые отборочные туры прошли в прошлом году, и мы этой финальной игрой открыли вот так вот ярко и незабываемо год молодежи в Матвеево-Курганском районе. Вот, и мы хотели сделать этот праздник праздником для всех, чтобы те команды, которые были на сцене, они не ушли разочарованы, не было проигравших, выигрыши, чтобы были все в одинаковых условиях, чтобы все ушли с подарками. Вот, и мы за это вас и благодарим. Передпринимателям вручили памятные подарки и благодарности районной администрации за помощь в проведении финала районной лиги клуба веселых и находчивых. В завершении совета прозвучала просьба поучаствовать в подготовке празднования 70-летия Победы. Мы обращаемся к вам, может быть, у кого-то есть такая возможность изготовить баннеры. У нас вот по всему Матвеево-Кургану находятся баннерные стойки, места, да, и вы можете от своего предприятия, от себя лично сделать баннер, посвященный 70-летию Победы. Мы поможем разработать дизайн. Ну, это будет дизайн к 70-летию Победы, но там будут ваши там, это там, допустим, ИП такое-то, там, Дулина такая-то. Размеры 3х6, если какие-то вопросы, обращайтесь, да, ко мне, вы можете ко мне лично обратиться, я помогу вам и в размерах, и, может быть, подскажу, какие фирмы могут это сделать. Если у нас их будет много, мы просто будем там одни повесели, потом других, это самое. Хотя у нас очень много мест, у нас вдоль трассы, в Кургане тут очень много мест, поэтому, пожалуйста, и о себе, и о ветеранах. Галина Запорожцева, Андрей Лунев, телекомпания «Премеусия». Жительница поселка Матвеев-Курган. Ветерану войны и труда Доре Дмитриевне Брацила исполнилось 90 лет. Поздравить Дору Дмитриевну с юбилеем приехали глава Матвеева-Курганского района Александр Рудковский и глава Матвеева-Курганского сельского поселения Александр Шищенко. Были зачитаны поздравительные письма от президента и губернатора. Своим самоотверженным трудом создавали богатство страны и всегда сохраняли стойкость, силу духа, веру в правое дело. Мы преклоняемся перед подвигом вашего поколения, поколения героев и победителей. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Путин. И такое же поздравление от губернатора. Уважаемая Дора Дмитриевна, примите самое сердечное поздравление в день вашего юбилея. Сила духа, оптимизм, любовь к родной земле – лучшее, что оставило нам наследство ваше поколение победителей. Низкий вам поклон за ратный и мирный труд, за мужество и стойкость, за великую победу. Наш долг благодарных потомков – помнить героические уроки прошлого и беречь родной край, нашу Россию. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго. Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев. На ее долю выпало немало испытаний. Совсем юной девушкой она пережила все ужасы войны, рыла окопы, была в оккупации. Потом, многие десятилетия, работала в сельской торговле. Вместе с цветами и подарками Доре Дмитриевне вручили юбилейную медаль к 70-летию победы. Собственно говоря, наверное, будет вам приятно, что указом президента Российской Федерации от 21 декабря 2013 года вы награждаетесь юбилейной медалью 70 лет Великой Отечественной войне. Поэтому мы сегодня с Александром Евгеньевичем вам вручаем. Внимание и добрые слова тронули пожилого человека. Прощаясь, гости пожелали ветерану здоровья на долгие годы счастливой и мирной жизни. Большое спасибо, огромная вам благодарность за то, что вы есть, за то, что вы на своих хрупких плечах отработали, многое вынесли, помогали послевоенное время строить, делать. Большое, огромное спасибо. А сегодня с праздником, здоровья, благополучия. Пускай здоровье останется на том уровне, а поднижаться не надо. Галина Запорожцева, Руслан Трофимов, телекомпания «Премиусия». А теперь коротко о других событиях уходящей недели. 24 февраля в Матвеево-Курганской районной администрации состоялось очередное планерное совещание. Были заслушаны доклады руководителей служб жизнеобеспечения. Отмечен рост заболеваемости вирусными инфекциями, хотя эпидемический порог в районе не превышен. Пожарное подразделение района отметило увеличение количества возгораний сухой растительности, сжигания мусора на территории сельских поселений. На совещании говорилось об усилении работы по собираемости местных налогов и эффективном использовании бюджетных средств. 21 февраля состоялось торжественное открытие спортивной секции дзюдо в селе Анастасиевка и областной лично командный турнир под дзюдо, посвященный 26-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов, 10 команд из городов и районных центров Ростовской области, а также сборная команда Донецкой области боролись за кубок, посвященный выводу советских войск из Афганистана. По итогам командного зачета первое место у команды Новочеркасска, на втором спортсмены из Таганрога, третье место завоевали матвеево-курганцы. Шумное весело жители Матвеева-кургана проводили зиму и встретили весну на празднике Масленицы, который состоялся на центральной площади райцентра. Солнце в этот день светило по-весеннему ярко, гремела музыка и настроение у всех было отличное. Всех жителей с праздником поздравили глава района Александр Рудковский и благочинный Матвеева-курганского округа Иерей Игорь Миляев. Во время театрализованного представления проводились конкурсы и соревнования. К концу праздника по традиции сожгли чучело Масленицы, чтоб вместе с ним сгорело все плохое. 20 февраля для учеников начальных классов школы номер 2 в зале Центра детского творчества состоялся праздник Масленицы. Организовали его ученики 2-го А-класса и их руководители. История праздника уходит своими корнями глубоко в древность. На Руси он всегда проходил широко и весело. Масленицу открыли скоморохи, зазывая всех на праздник. Люди, вели надо вас завести такой указ, заготовленный самой, нашей матушкой земной. Продолжили представление «Зимушка-зима» и «Красавица-весна», а веселые, задорные русские народные песни и танцы в исполнении второклассников порадовали всех. Дети с большим удовольствием участвовали в веселых конкурсах, состязаниях по перетягиванию каната. В зале чувствовалось весеннее настроение, играла музыка, и все дарили друг другу улыбки. Поздравление Со словами поздравления к детям обратился Иерей Игорь Миляев. Конечно, праздник не обошелся и без вкусных блинов. И дети, и взрослые ушли с праздника с приподнятым настроением. Матвея Пурганская школа-интернат собрала своих друзей на традиционную ярмарку. Подробности смотрите в нашем следующем репортаже. Ярмарка проходит уже много лет, но каждый раз ее организаторы придумывают что-то новое, интересное. Например, в прошлом году это мероприятие было посвящено Олимпийским играм. О том, чем собираются удивить гостей в этот раз, мы попросили рассказать директора школы-интерната Вячеслава Зинченко. Итак, сегодня мы проводим свою традиционную ярмарку, на которой хотим приветствовать всех наших гостей, всех наших друзей. В этом году наша ярмарка посвящена Году литературы в России. И немножко мы хотим акцентировать внимание на художественных промыслах различных, на том, чему научились наши дети, что они могут. Самая главная цель нашей ярмарки в том, чтобы показать, что наши дети, ну как бы убрать вот этот стереотип от школы-интерната. А показать, что у нас учатся очень талантливые, очень интересные дети, которые очень много всего умеют. И могут это все показать, могут это все продемонстрировать людям, ну и реализовать, в общем-то, все это. Традиционно к ярмарке готовятся все наши направления трудовой деятельности. Это и столярное дело, и швейное дело, и скрехозяйственный труд, различные кружки. Мы стараемся сделать что-то новенькое, порадовать наших гостей новыми изделиями. Ну и что-то готовится, и делается то, что пользуется спросом уже не первый год. Ученики школы готовят к ярмарке не только пользующиеся спросом товары, но и веселую концертную программу. А в русской народной игре «Карусели» пригласили поучаствовать и гостей. Главная героиня праздника, королева книги, предложила отправиться в путешествие и познакомила гостей с русскими народными ремеслами. Это трудительный работник, делает нам стулья. Молодцы! По традиции, с приветственным словом, ко всем присутствующим обратился директор школы Вячеслав Зинченко. В нашей школе обучаются особенные дети. Особенно не многим, но особенно и самое главное тем, что они умеют работать руками. Это очень кропотливый труд – сделать каждое из этих изделий. Но дети вкладывают в него свою душу, свои руки, свое желание, свое время. Им хочется сделать так, чтобы изделие получилось самым лучшим, самым красивым, чтобы оно доставляло радость людям. Эта ярмарка – настоящий праздник детского творчества. Она не только объединяет, но и вдохновляет весь школьный коллектив, создает условия для творческой активности всех ее участников. Региональный вокальный конкурс «Голос Примилуси-2015» выходит на финишную прямую. На прошедшей неделе состоялось голосование по второй группе участников второй группы. С большим отрывом победила Татьяна Гребенникова с песней «Я забуду тебя». Второе место уверенно заняла покровчанка Евгения Крамаренко с песней «Отпусти меня, река». Напомним, что ранее в финал прошли Виктория Астахова, Алексей Копланов и Марина Заранчевская. Впереди финальный этап конкурса. Он начнется 2 марта. В преддверии 70-летия Великой Победы телекомпания «Премиуси» подготовила цикл передач о героях Меусского края. Вашему вниманию фильм об автопробеге по местам захоронений советских солдат на Меусфронте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 КОНЕЦ 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 ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Позиции полков, эти хутора все здесь, дома все были разрушены. И последовали атаки пехоты и танков со стороны Верхнеширокинского, Левченко и вот со стороны железнодороги отсюда, вот снизу. Ну, в этот день гвардейцы отразили 24 атаки фашистов. С каждой минутой таяли ряды. Полки были неполного состава, значит. В каждых полках насчитывалось примерно по 500 человек. К вечеру в живых мало кто уже оставалось здесь. Уже в темноте вечером немцы по этой лощине разрезали полки пополам на два чага обороны. Но наши воины смогли в рукопашном бою ближним уничтожить немцев. И потом остатки полка под командованием майора Ипанчина покинули позиции в хуторе Зевин и перешли вот сюда, в хутор Круглик. Тут они соединились под общим командованием подполковника Казака. Вечером стало понятно, что удержать позиции невозможно. Закончились боеприпасы, все орудия были разбиты. Радиостанции были все уничтожены. Команда не приняла решения прорываться в сторону Матвея Кургана. Перед рассветом 20 февраля полки пошли на прорыв оттуда, в сторону высоты 105,7, на которой находится якорь. Так как раненых не было возможности ни на чем выносить, да и некому уже было, раненых бросили, тяжелораненых всех здесь, на месте. Так сказать, в руки фашистов. Заняв, сбив заслон, который находился на высоте 105,7, остатки полков собрались в Матвея Кургане. В общем, порядка из тысячи человек в Матвея Кургане вместе с ранеными вышло 270 человек. Остальные остались все вот здесь. И они практически не погребены, находятся вот в этих полях ближайших, которые мы все видим. За этот бой командиры полкова Япончин и Казак были представлены званием Героя Советского Союза и награждены. Так что это, можно сказать, люди, которые получили звание Героя Советского Союза прямо от Матвея Кургане. Это практически единичный случай вот здесь у нас. Ну, в дальнейшем судьба сложилась командиров так. Значит, Дмитрий Казак уже в звании полковника погиб в сентябре 43-го года при освобождении Донбасса. А майор Япончин стал впоследствии, закончил войну, стал генерал-лейтенантом и после войны приезжал вот сюда, здесь находился, ходил здесь, вспоминал бои, которые здесь проходили у нас. Значит, вот руками поисковиков построен этот памятник. Он не стоит ни на балансе нашей администрации Матвея Курганская. Сюда люди приходят просто порвать траву своими руками. Тут мало кто бывает. На 9 мая тут ничего нету. Поисковики тут работают много. Вот, допустим, здесь. Вот эта яма, где вы видите, буквально три года назад был найден расчет орудия артиллерийского вместе с гильзами, стрелянными, шесть человек. Орудие стало противотанковое. И боец-телефонист был с катушкой провода. После войны единственное, что здесь старушка указала, вот здесь, вот где посадка она, была большая воронка, авиабомба. Здесь было экзумировано в 60-е годы 34 человека военнослужащих. Они похоронены в Дараганах, в Хуторе. Ну мы там остановимся еще. Да, вот как раз где-то памятник, это похоронены, которые были здесь в воронке находились. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам, завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. От тем лет двадцати пяти трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался, как один. Те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, Где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат С фотографий увядших глядя, Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть, И с пути свернуть. История у этого памятника какая? Только разговаривали, это были захоронены, Которые на хуторе Круглик найдены, Захоронение было отдельное, просто Женщина знала, где находится воронка, И там было 34 человека. Их в 60-е годы экзюмировали и похоронили здесь. А этот памятник стоит же, да? Да, это на балансе стоит, конечно. Объезжаем памятники, которые очень подготовят К празднованию 70-летия Великой Победы. Вот вы, как местный житель, Местный житель, Об этом памятнике знаете что-нибудь? Знаю. Расскажите, пожалуйста. Расскажите. В 42-м году я был мальчиком. Мальчиком был в 42-м году. Это была немецкая территория, Немцы были. И немцы, значит, Решили, то ли, наверное, отступать они, Отступали. Что нам сказали, что тут будут бои, Эвакуировали всех людей. Там был Круглик, вот вы были, например. Мы были на Круглике. Вот туда нас всех эвакуировали. И я, как сейчас помню, Мать меня, в марте месяце где-то, Или в конце февраля, Нас туда перегоняли. Мы переходили туда. В общем-то, такое было. Узел у матери на плечах, Дочка на руках. И я за юбку держусь, Идем понизу на хутор на тот. Понизу, а потом поднимается на гору. Так вот, запомнилось мне то, Что вот как сейчас перед глазами Стоит эта картина. Идем, вода. Воды вот так. Ну, водой залитой была. И валяются люди. Солдаты русские. Фуфайки на них. Фуфайка одета там, Или бушлат. Ну, в основном фуфайки были. Ботинки, обмотки. Вот такая форма была. Лежит в воде. Шапка на нем, другой, без шапки. Человек восемь я видел. Вот сейчас я вспоминаю. Человек восемь видел. А немца ни одного я не видел. Понимаете? Так много наших гибло людей. Когда туда переехали, То не в теплую шка, А то опять в подвал. Там несколько семей было нас. И потом я вспомнил, Был бой. Большой бой. Видно, русские пришли. Ну, в общем, ночь уже была. Темно. И я помню, Вылез с подвала. Смотреть. Мать меня зашиворот туда опять. Пуль летает. Свистят. Троссирующие, помню. Это пуль, значит. И что, напомню, Еще крик. Лошади ржали. Стрельба вот такая. Это все было ночью. А потом и отсюда Нас эвакуировали. Совхоз Ленина там был. Совхоз Ленина. Он и есть. Вы знаете, да? Ну, конечно. Мы местные с района. Я знаю, что вы с подоком. А вы помните тот момент, Когда нашли Изумировали это И когда этот памятник был создан. Я сейчас скажу. Не помню, в каком году. Где-то, наверное, 60-е годы. Где-то так. Пастухи пасли. Хутора уже не было того. Круглика. Уже не было. Там не было ничего. Люди переехали все сюда в основном. Пастухи пасли скотинами. Ну, и там кладбище ж было. Один мужик там рылся, Говорят, Там, Круглянский мужик, Рылся в могиле своей жены. Чего он там рылся, не знаю. А потом эти пастухи нашли Захоронение солдат. А как уже я не помню, Что они нашли захоронение солдат. Собрали. Потом, ну, наверное, сообщили же были. Собрали эти кости, И там обнаружили Личности. Название погибших. С Донбасса были. С Краснодара. Еще тут откуда-то я уже забыл. Ну, знаешь, что... Ну, наверное, что из России. Потом тут, значит, сделали захоронение. Похоронили эти остатки. Военкомат, значит, Это был в курсе дела. Наверное, сейчас в курсе дела. Нет, все в курсе дела. Просто мы сейчас подготавливаем Все эти памятники, Которые не находятся Именно в сельских поселениях, На центральных усадьбах. Те памятники, которые находятся И даже не учтенные В реестре, в Краеведческом. И 70-летие Победы Это очень большая дата, Которую мы должны встретить. А из вас, местных жителей, Кто-нибудь приходит, ухаживает За памятником? Наводит порядок? Там траву выкосить или нет? Это дерево. Посадила молодая женщина. Бездомная. Она посадила. Дома нет, а душа оставать. Спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У незнакомого поселка На безымянной высоте У незнакомого поселка На безымянной высоте Так, минутку внимания, товарищи Значит, тоже у нас легендарное место 8 марта 1942 года Именно вот эту высоту Здесь проходил немецкий передний край Штурмовала 339-я стрелковая дивизия Ростовская наша Из земляков наших ростовчан Была сформирована Она действовала правее морских бригад Которые штурмовали высоту 101 А дивизия 339 Наступала на фронте Демидовка Высота 105,7 Значит, здесь, на этих местах Совершил свой подвиг Сержант Агеев Он ворвался вот на эти высоты Подорвал гранатами Зод немецкий И когда его окружили фашисты Подорвался гранатами Посмертно развернулся Вот она проехала Значит, и потом далее Когда уже был освобожден Матвеев Курган Уже в 43-м году Здесь наши войска выбили немцев И тут проходил наш передний край До самого прорыва МИУС-фронта Вот именно по этому памятнику Вот здесь проходил Немецкие траншеи проходили Вот здесь по полю Вот там вот дальше А возник проходил наш передний край В 43-м году Поэтому был вот на этом месте Поставлен этот памятник Там внизу вот есть Братская могила Те, кто штурмовал эти высоты В 42-м году Поступали с удовольствием А вот это, как раз, что это, Татарин Это нашли его? Ну да, здесь поисковики находят Поэтому в этих местах Шегулярно вахты Тут вахты проходят, да Вот на поле вот здесь Вот это поле Вот здесь Тут постоянно проходят Каждое лето вахты Осной Траншеи Здесь идут наши Вот траншеи идут сюда Вот она порыта туда И на поле так вот идет траншея Светилась падая Ракета Как догоревшая звезда Кто хоть однажды видел это Тот не забудет никогда Он не забудет, не забудет У незнакомого поселка На безымянной высоте У незнакомого поселка На безымянной высоте Над нами мы сцами кружили И было видно, словно днем Но только крепче мы дружили Под перекрестным арт огнем И как бы трудно Огни бывало Ты верен был своей мечте У незнакомого поселка На безымянной высоте Мне часто снятся все ребята Друзья моих военных дней Землянка наша Три макада Сосна сгоревшая на ней Как будто вновь я вместе с ними Стою на огненной черте У незнакомого поселка На безымянной высоте У незнакомого поселка На безымянной высоте 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 Не в землю нашу Полегли когда-то А превратились в белых журавлей Они до сей поры С времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому так часто и печаль Мы замолкаем, глядя в небеса В конце августа 43-го года Наши войска повернули фронт Когда прорвали оборону севернее Куйбы Повернули фронт на юг Чтобы оплатить всего Саганротского за первого Врага на безфронте Части 2-й гвардейской армии Подошли к определенному району Немецкому Который находился вот на этой высоте Здесь в течение суток Шли ожесточенные бои Хутор здесь был разбит полностью Тоже находился вот на этом месте Хутор Писаревский На карте обозначен Здесь было очень много погибших наших воинов Хоронили на кладбище Вот посмотрите Командир извода написано, да? Старшина Да Вот тут где-то силосная яма есть Там тоже на поле где-то погибшие Закопанные Везде В домах здесь были разбитых Везде В общем здесь были очень сильные бои В течение суток не могли бы Дать эту вот высотку Потом подошла артиллерия Катюша там Все Распахали Была взята эта оборона И продвигалась дальше Наши войска Ну вот такие события были В темную ночь Ты, любимая, знаю, не спишь И у детской кроватки тайком Ты слезу утирали Как я люблю Глубину И тревожная черная стень Пролегла между нами Верю в тебя В дорогую подругу мою Эта вера от пули меня Темной ночью хранила Радостно мне Я спокоен в смертельном бою Знаю, встретишь с любовью меня Чтоб со мной не случилось Смерть не страшна С ней встречались Не раз мы в степи Вот и теперь Надо мною она Кружится Ты меня ждешь И у детской кроватки не спишь И поэтому знаю со мной Ничего не случится Огневые точки врага располагались у нас внизу в основном Вот здесь, у подножия Ну и некоторые на высоте Здесь находились корректировщики огня и наблюдатели Огневые средства находились за обратным искатом Ненаметные батареи здесь Легкие гаупицы вот здесь Находились Ну прорыв осуществлялся в основном с этой стороны Со стороны села В Тропорье И вот с этой стороны А под ним манёры Во время этого штурма На высоты Два воина Это Павел Пудовкин И Абдулла Салимова Совершили подвиг Подобный Тот который совершил Александр Матросов Они закрыли своей грудью Амбразуры Немецких зотов С пулеметами Павел Пудовкин Похоронен там где-то в селе Памятник Он награжден Герой Советского Союза Присвоенный ему Салимову присвоили Ну написано было на Герой Советского Союза Но присвоили его День общественной войны первой стиле Вот это все поля были Здесь усеяны Телами наших павших воинов Ну в конце дня В конце дня 19 августа Над этой высотой Сделалось красное знамя В течение Двусуточных боёв Высота была взята И Дальше надо будет Проживать Следующие рубежи Милосфронта Вот вкратце такая история Это были итоги недели Эти и другие новости Ищите на нашем сайте Милос.инфо А я с вами прощаюсь И желаю хороших выходных